Победители конкурса грантов для начинающих предпринимателей определят в Ненецком округе. В Департаменте финансов и экономики состоялось заседание комиссии, которое определит победителей из числа тех, кто подал заявки. Всего зарегистрировано 23 заявки от начинающих предпринимателей Наринмара, поселков Искатели и Красное, села Несь. Представленные бизнес-проекты направлены в основном на развитие сельского хозяйства, производства и предоставление услуг населению. Свой проект Татьяна Вепрева вынашивала более 10 лет. Сейчас он уже на завершающей стадии. Готов кабинет со всем необходимым для занятия с детьми. Закуплены столы, стулья, картины и различный инвентарь для узких дисциплин. Наверное, мы необычны тем, что создаем такие направления, как дизайн, журналистика, литература. То есть мы будем работать вот в этих сферах для того, чтобы дети могли развиваться не только в спортивном или танцевальном направлении, не только, скажем, уметь рисовать, но еще и при этом что-то делать руками, создавать, уметь писать, уметь сочинять. На полученные от гранта средства предприниматель рассчитывает расширяться, открыть несколько подобных кабинетов в Наринмаре, а также в поселке Искателей. Для участия в конкурсе Татьяне, как и всем остальным претендентам, необходимо было иметь не менее 15% финансовых средств о стоимости проекта и, конечно, бизнес-идею, которую будущий бизнесмен намерен реализовать. Кроме того, на обсуждение конкурсной комиссии были представлены проекты по реализации молочных продуктов, организации электроработ, развлекательные услуги для детей, промышленный альпинизм, антиквар, лазерная стоматология и другие. Сегодня у нас выразили свое желание присутствовать 18 претендентов. Сейчас комиссия ведет свою работу, им представляются экспертные заключения на каждого претендента. Далее претендент уже представляет свою заявку, рассказывает о ней, и показывает презентацию, слайды, фотографии по своему проекту. И в последующем комиссия ему задает вопросы, уточняющие по проекту. Экспертная комиссия, состоящая из 12 человек, в течение нескольких дней будет подводить итоги. Каждый член комиссии выставит свою оценку претенденту, после чего они суммируются и будут выведены в сводную таблицу, в которой уже будет виден итоговый балл. На лучшие проекты планируется распределить 3,5 миллиона рублей. Всего в 2015 и в 2016 году состоялось три конкурса гранта, победителями которых стали 22 стартапа. На эти проекты из региональной казны было выделено более 12 миллионов рублей.